Коллеги, добрый день. Скажите, меня слышно? Отлично. Давайте теперь начнем. Сегодня мы поговорим о промышленных и общественных телефонов от компании G&R. Почему мы, собственно, выбрали данную компанию? Во-первых, компания основана в 2009 году. То есть это уже говорит о том, что у нее более пяти лет стажа производства данных устройств. Кроме того, компания имеет свою фабрику производства. Компания G&R выпускает телефоны в различных версиях. И по некоторым данным, данная компания одна из профессиональных производителей промышленных телефонов на территории Азии. Если говорить более детально и подробно, то фабрика компании, своя собственная фабрика, на которой налажено производство, на ней работает более 30 человек на линии сборки. Кроме того, компания имеет 8 человек в штате R&D, которая занимается развитием и модернизацией технических возможностей телефонов и характеристик. И кроме этого, имеется 15 человек в штате инженеров, которые занимаются более глубоким и детальным тестированием телефонов, прежде чем телефоны попадают, соответственно, на рынок по всем заявленным характеристикам. Если мы говорим о том, что телефоны могут быть в различных версиях, то здесь подразумевается, что телефоны могут быть в аналоговом исполнении, то есть работать с традиционными линиями. Телефоны могут быть в AIP-исполнении, работать по протоколу SIP. Кроме того, телефоны могут работать в сетях GSM. Телефоны могут работать в сетях 3G, то есть это МТС или CDMA. Так как компания имеет свою полноценную фабрику производств, то компания G&R готова работать под специальные проекты. Под этим подразумевается, во-первых, изменение цвета, то есть телефоны на текущий момент могут быть представлены в четырех цветах. Это синий, красный, желтый либо серебряный. Кроме того, могут быть изменены дизайн. Могут быть изменены какие-то дополнительные возможности, типа дополнительных кнопок, либо установка трубки каким-нибудь моделям, которые идут по умолчанию без трубки, либо дополнение каких-либо других функциональностей к телефону. Один из примеров производства по спецпроект, это был изменен дизайн трубки, а именно добавлена кнопка push-to-talk тангента, была добавлена еще громкая связь, то есть изменение к крышке верхней, добавление технологических отверстий под громкую связь, добавление динамика к материнской плате на самом телефоне. То есть в принципе все это возможно под любой проект. Если говорить о сроках и примерах, то приблизительно на 500 телефонов производство займет около 28 дней. При этом доставка от Китая до России, это приблизительно от 22 до 50 дней, в зависимости от объема заказанного оборудования под специальный проект. В компании G&R имеется сейчас три линейки, которые выходят в производство. То есть GR100, первая линейка, это промышленные телефоны, имеют вандалозащищенный корпус, имеют степень защиты от IP66 до IP67. Модели телефона могут быть как с крышкой, так и без. Следующая линейка, это GR200, это общественные телефоны с трубкой, также имеют вандалозащищенный корпус, степень защиты IP65. Модели могут быть как с клавиатурой, так и без клавиатуры. И третья линейка, это GR300, это общественные телефоны без трубки, вандалозащищенные, степень защиты IP55 и IP56. Исполнение может быть как врезное, так и накладное. Если говорить более подробно о линейке, то GR100 серия с крышкой. Телефоны имеют исполнение с клавиатурой, с трубкой, могут быть, соответственно, и без клавиатуры, и с трубкой наличие от одной кнопки. Одна-две кнопки. Телефоны могут работать с громкоговорителем, и также может быть подключен проблесковый маячок. Имеют степень защиты IP67. В серии GR есть серия без крышки. Фактически это те же модели, но не имеют уже дополнительной крышки для защиты. Соответственно, степень защиты от окружающей среды снижается до IP66. Кроме того, в данной линейке есть еще телефоны с LCD-дисплеем. Если посмотреть на телефоны изнутри, то помимо внешнего стального корпуса, внутри предусмотрена дополнительная защита, то есть все технологические внутренности телефона, включая процессоры, материнскую плату, динамики и так далее, помещены также в дополнительный железный корпус. При этом на корпусе предусмотрен экран для вывода технической информации, куда можно вывести состояние телефона, либо состояние о получении IP-адреса и наличии текущего IP-адреса. То есть есть еще кнопка под дисплеем, с помощью которой вы можете переключить выводимую информацию. То есть, как я уже сказал, либо состояние телефона, либо полученный IP-адрес. Телефоны позиционируются для таких областей применения, как нефтедобывающая, обрабатывающая промышленность, кроме того, это горнодобывающая промышленность, естественно, это судоходство. То есть сама компания G&R позиционирует данную серию GR100 именно для этих областей применения. Как наиболее защищенные, как для наиболее тяжелых видов промышленности. Один из примеров использования. Телефон, установленный в шахте с крышкой, которая имеет дополнительную защиту. И телефон установлен в качестве состелефона на дороге. Следующая линейка – это GR200, общественные телефоны с трубкой. Исполнение может быть как с клавиатурой, так и без. Телефоны могут быть как вырезные, так и накладные. Телефоны без клавиатуры работают в режиме hotline. Соответственно, они могут либо, а, принимать звонок, и, соответственно, б, совершается звонок при поднятии трубки. Телефоны имеют степень защиты IP65. Телефоны также изнутри оснащены дополнительной железной коробкой для дополнительной защиты материнской платы процессора и, соответственно, всех остальных деталей. Также имеется специальный дисплей для вывода технической информации и кнопка для переключения, какую информацию именно отображать. Телефоны позиционируются для таких областей применения, как метро, это могут быть парки, это могут быть бизнес-центры, либо это банковская сфера. Следующие примеры использования, вот как раз слева направо, это установлено в бизнес-центре, и, соответственно, еще один телефон установлен в банке. То есть реальное применение, реальный проект. Следующий модельный ряд, это GR300, это общественные телефоны без уже трубки, соответственно, имеют степень защиты от IP55 до IP56 в зависимости от модели. Данные телефоны могут быть как с клавиатурой, так и без. Соответственно, если они идут без клавиатуры, то есть специальная кнопка вызова, работают в режиме hotline, кнопок может быть от одной до трех, в зависимости от модели. И кроме того, есть также столбы, которые используются в качестве соц.телефона. Данная линейка позиционируется как применение в таких областях, как бизнес-центры, заправки, парковки, и так как в этой линейке есть специальные соц.толбы, которые уже предусмотрены, естественно, это уже дороги. Реальные примеры использования установка в лифтах, установка на заправочной станции и установки на дорогах. Если говорить о технических параметрах данных телефонов, то общие такие признаки – это полнодуплексная связь, подавление эха, рингтон, пронзительная трель, которая достигает до 80 бей, наработка на отказ более 50 часов, полная клавиатура с памятью для моделей с клавиатурой. Здесь подразумевается, что на любую кнопку, которая имеется на телефоне, можно ввести какое-то значение. Это может быть либо спидиал, например, если у вас есть стандартная клавиатура с цифрами от 0 до 9, то на каждую из кнопок вы можете настроить какой-то быстрый номер. Это очень удобно в случае каких-нибудь тяжелых работ, где люди работают в перчатках, то есть им не нужно, и, соответственно, набирать какой-то длинный номер будет не очень удобно, но и в принципе неудобно набирать номер. А так у него есть запрограммированные кнопки, он просто подошел, нажал кнопку, и вызов совершается. То есть это некое такое удобство в использовании в промышленных условиях. Телефонные позиционируются для работы в температурном диапазоне от минус 30 до 65 градусов по Цельсию. Питание телефонов может быть как от адаптеров, либо так от поя. Но здесь нужно заметить, что те модели, которым подключен громкоговоритель, либо или и проблесковый маячок, соответственно, к ним идет отдельный блок питания. К сожалению, поя не хватает для того, чтобы запитать и сам телефон, и проблесковый маячок, и громкоговоритель. Поэтому для таких телефонов специально предусмотрен блок питания, который идет в комплекте. Если мы говорим про WIIP-телефоны, то здесь все довольно-таки стандартно. Поддержка протокола SIP 2.0, стандартный набор наиболее часто используемых кодеков. Есть возможность работать в сетях VLAN. Имеет два Ethernet-порта, работающие на скорости 10-100 Мбит в секунду. Может работать в режиме моста. То есть для чего это, опять же, было предусмотрено? Если у вас устройство установлено где-нибудь в туннеле, скажем, то телефон можно подключить гирляндой. Соответственно, это исключает установку дополнительного оборудования, которое может быть не предусмотрено для работы в тяжелых условиях. Например, коммутатор. Если вы устанавливаете где-то коммутатор, скажем, в шахте, его потом растягиваете, то если коммутатор не имеет определенной степени защиты, то он довольно-таки быстро выйдет из строя. То есть, так как в телефонах предусмотрена система подключения гирляндой, то есть есть встроенный бридж в сетевой карте, то, соответственно, вы телефоны можете подключить друг за другом и избавиться от дополнительного железа, такого как коммутатор. Режимы работы сети может быть статический, либо работать через ППУЕ, либо получать IP-адрес через DHCP. И, соответственно, управление, самого управления, настройка самого телефона на текущий момент доступна через веб-интерфейс. Если мы говорим о совместимости, то телефоны реально были протестированы на практиках на разных проектов по всему миру. То есть представлены наиболее известные бренды это Alcatel, Siemens, Huawei, естественно, с астерийском как версии предыдущей 1.6, 1.8, так и с новым астерийском версии 13. Кроме того, телефоны были протестированы с 3CX, работают с CISCO и глубоко протестированы с E-STAR, то есть поддерживается, работает большинство, не большинство, а все заявленные функции. Соответственно, никаких проблем не должно возникнуть при интеграции телефонов в уже какую-то имеющую сеть. Соответственно, если мы говорим о VIP, если мы говорим об аналоговых телефонов, то здесь точно так же не должно быть никаких проблем, потому что в аналоге ничего сложного нет, тут ничего особо придумывать не нужно. Также все было протестировано. Было протестировано с Panasonic, никаких проблем не было замечено. Ну а сетями 3G и GSM, соответственно, мы тоже сами проводили тесты, помимо тех заявленных результатов, которые были заявлены самим производителем о совместимости. Мы проверили, насколько корректно все это работает в наших сетях с нашими операторами и никаких проблем на текущий момент выявлено не было. Собственно, это все по промышленным телефонам. Если у вас есть вопросы, готов на них ответить. Ну, Олег, конечно, мы можем продать. Достаточно обратиться к нашему менеджеру. Надо сказать, что это не ошибка, наверное. Хотя да, ошибка на нашем сайте. Цена почему-то перевелась в гривну, но я думаю, что мы это решим. Знаете, по ценам на самом деле наиболее правильно будет обратиться к нашим менеджерам. В принципе, я, конечно, могу сказать сейчас розничную цену, но если вы являетесь нашим партнером, естественно, ваша цена будет не розничная. На текущий момент мы имеем некоторое количество запросов от компаний. Естественно, назвать я данной компанией не могу, но могу сказать так, что сейчас есть несколько проектов, которые прорабатываются. Один из проектов – это для мест лишения свободы, а второй проект, который сейчас также обсуждается, это для судоходства. Российские компании, некоторые российские компании сейчас уже взяли наше оборудование на тестирование, но есть маленький нюанс относительно того, что есть российские, телефоны российского производства, но по заверению этих компаний, которые взяли наше оборудование, что телефоны российского производства, к сожалению, заявленных характеристик не держат и довольно-таки быстро ломаются. То есть, грубо говоря, при заявленной защите IP66 или IP65 телефон выходит из строя от двух до трех месяцев. Стоимость у него, конечно, поменьше, чем у наших телефонов, но при этом вот такая сейчас есть ситуация. В принципе, если кого-то это действительно заинтересовало, мы готовы предоставить оборудование на тестирование на срок от, наверное, 30 дней, потому что 14-15 дней, скорее всего, будет мало. В принципе, можете обратиться либо непосредственно ко мне, либо непосредственно к своему менеджеру. Мы предоставим оборудование на тестирование, если у кого-то есть какой-либо проект либо что-то подобное. Коллеги, если вопросов нет, сейчас указана моя электронная почта, вы можете либо мне написать, либо, соответственно, позвонить по указанному номеру и спросить меня. Я постараюсь ответить на все вопросы, которые у вас возникнут по окончанию нашего мероприятия. Если вопросы такие появятся, звоните, пишите, обсудим. Еще раз повторюсь, если оборудование нужно для теста, мы готовы предоставить. Надо сказать, что данный тип оборудования для нас тоже относительно новое. Мы сейчас в активном изучении данного рынка и, соответственно, даем людям на тестирование. На текущий момент есть уже положительные отзывы по тестированию. Но еще раз, оборудование новое. На рынке конкурентов как бы не было на российском, то есть ближайшие к нам конкуренты это есть одна французская компания, но у них цена гораздо выше. Есть еще немецкая компания, которая тоже представляет свои продукты на территории Российской Федерации, но с учетом ввода новых фанкций с текущих санкций, то они перестали отгружать. Соответственно, грубо говоря, на рынке сейчас можно купить либо телефоны российского производства, которые по некоторым данным не всегда подходят тем условиям, в которых они эксплуатируются, и, соответственно, наши телефоны. Коллеги, если больше вопросов ко мне нет, но вопросы появятся в будущем, пишите, звоните, пообщаемся. Сейчас всем спасибо за то, что посетили наше мероприятие. Всего доброго. Спасибо.